Время, когда в 9-10 году из средств материнского капитала выплачивалась единовременная денежная выплата на повседневные нужды по 12 тысяч рублей, то, конечно, это подстегивает обращаться сразу. А вообще в законе срок обращения до 3 лет ребенку не ограничен. Поэтому здесь женщины имеют права. То есть период большой достаточно? Да, период большой, да. Бывает, ну, кто-то там, когда уже ребенок подрастет, обращается. А кому необходимо, допустим, получать единовременную помощь, обращаются сразу. Мне дают знать, что к нам еще дозвонился в студию один из телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Иванова Тамара Степановна, это моя приятельница. Она попросила уточнить такой вопрос. Да, да, да. Я звоню по ее поручению. Значит, ей 56 лет, она собирается поехать в Станицу Петровскую к своим родственникам. Вот спрашивает, положены ли ей льготы по проезду? Спасибо. Это пригородные маршруты, получается. Это пригородные маршруты. Я отвечу на этот вопрос, да. У нас правом на бесплатный проезд воспользовались в этом году и вообще по закону Краснодарского края пользуются как федеральные льготники, так и краевые льготники, региональные. Но также наши пенсионеры, вот возраст уже пенсионный, 56 лет, тоже заявители имеют право воспользоваться льготным проездом, получив в управлении соцзащиты льготные проездные талоны. Эти талоны дают право 50% скидки в проезде по нашим населенным пунктам до пригорода. Со Славинска в Петровску, в Анастасиевску, то есть вообще наши пригородные территории. Но если, конечно, у наших пенсионеров и льготников будет желание воспользоваться правом проезда и по городу, то у нас также есть льготные проездные билеты, которые можно приобрести в кассах ПТП и воспользоваться этим правом. Стоимость 180 рублей проездного билета. А скажите, если человек в течение месяца не воспользовался теми билетами с 50% скидкой, дальше какова их судьба? Ну, мы всего-навсего на год выдаем 72 талона. То есть они на год, да? Они на год, поэтому, конечно, они не рассчитаны на каждодневную поездку. То есть у нас регламентировано определенное количество поездок. Поэтому, ну и, как правило, те, кто пользуются этой льготой, кто ездит, то эти 72 талона как раз-таки полностью у нас используются. И расходуются. Валентина Григорьевна, следующий вопрос у меня будет к вам. Еще один сертификат, который положен каждой мамочке, это родовой сертификат. Он также действует с 2007 года в нашей стране. Расскажите, в нынешнем году есть ли какие-то изменения, ну опять же, по размеру родового сертификата, по судьбе, по беременности и родам? Действительно, Фонд социального страхования, в частности наш филиал, принимает активное участие по исполнению национального проекта здоровья, в том числе по оплате родовых сертификатов. Вышел новый федеральный закон 8 декабря 2010 года, номер 343, который внес довольно существенные изменения в 255-й федеральный закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, где действительно произошли существенные изменения, в том числе и в суммах выплат. Поэтому сейчас этот закон нами активно изучается, буквально завтра Краснодарское региональное отделение проводит семинар со специалистами филиала, и в ближайшее время мы уже выйдем на страхователя-работодателя с этой информацией, будем работать уже непосредственно по исполнению данного законодательства. И все, кто хочет узнать какую-либо информацию, нужно идти по месту работы. Смысл в том, что у нас сейчас прошел отчетный период, то есть все работодатели, имеющие наемную силу, прошли через наш филиал с отчетами, и все они были проинформированы в доступной форме, хотя бы для начального этапа, чтобы уже перестроиться на исполнение данного федерального закона, ну а более глубокую работу будем проводить в ближайшее время. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны у нас остались прежними. 4-11-51 и 8-918-235-19-29. И у нас на линии еще есть один дозвонившийся. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Светлана Степановна, я житель Славянского района. В магазинах «Магнит» установлены красные боксы для сбора денежных средств. Вот вопрос такой. Куда направляются собранные средства и кто их контролирует? Спасибо. Это акция «Цветик-семицветик», насколько я понимаю. Это акция «Цветик-семицветик». Это губернаторская программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». И действительно, как во всем Краснодарском крае, так и у нас в Славянском районе, и в магазинах, и в общественных организациях, административных организациях, аптеках, установлены боксы с логотипом акции «Цветик-семицветик». Это небольшие красные боксы для добровольных пожертвований. Денежные средства распределяются наблюдательным советом, в который входят известные люди Краснодарского края, краевым советом. Возглавляет краевой совет вице-губернатор Галина Дмитриевна Золина. На этот совет выносятся наиболее тяжелые такие судьбы детские. И помощь идет незамедлительно, и благодаря тем средствам, которые собрали все вместе наши кубанцы. Вот с начала этой акции в нашем районе собрано свыше 2 миллионов рублей, и в помощь детям Славянского района направлено 1 миллион 360 тысяч. Благодаря этим собранным средствам 8 детей получили экстренную и очень, конечно, серьезную помощь и поддержку. Так несколько детей нашего района получили инсулиновые помпы. Это детки больные с сахарным диабетом. Стоимость одной такой помпы или этого аппарата для измерения сахара 75 тысяч рублей. То есть не каждая мама может это купить. А вот благодаря поддержке славянцев дети получили. Ребенок получил слух, приобрел слух. Ребенок стал слышать маму. 760 тысяч обошлась операция. И этот ребенок опять-таки услышал маму. Двое наших малышей после страшных ожогов получили поддержку в санаториях путевки матери и ребенка. То есть это губернаторская программа. Я думаю, что все наши жители Славинского района помогут и продолжат опускать свои небольшие сбережения. Да, казалось бы там лежат 10-рублевые купюры. Но эти деньги, как маленький ручеек, стекаются в большую реку. Помощи нашим обездоленным детям. Спасибо. Пока Марина Ивановна отвечала на вопрос нашей телезрительницы, еще один звонок появился у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Алло, алло, слушаем вас. Галина Николаевна, у меня вопрос такой. Это вопрос управления соцзащитой, наверное. Сумма, значит, вот ребенок до года, да, выделяет там деньги на питание. Она действительно равна 150 рублей, да, и как бы вот 150 рублей, но в сущности это одна коробочка питания, да и то как бы не самого лучшего качества. Вот действительно ли такая маленькая сумма выделяется на питание маленьким детям, не получающим грудное молоко, как бы, ну или там по-другому как-то. Да, действительно. С этого года вступил в силу закон Краснодарского края о выплате денежных средств взамен детского питания. Мы знаем, если раньше родители получали детское питание на молочной кухне от детской поликлиники, то в настоящее время, конечно, хотя эта сумма не возмещает всех расходов, но на сегодня это так. Сумма всего 150 рублей в месяц. К сожалению, не все так хорошо, как хотелось бы. Елена Евгеньевна, хочу задать вам вопрос, ответ на который, наверное, очень важен для работающей части наших граждан. С этого года значительно увеличивается размер страховой и накопительной части трудовой пенсии. Насколько, что это даст страхователям в итоге? Те, которые сейчас работают пока. Размер страховых взносов увеличивается. Да, это действительно так по законодательству, но там приняты определенные, есть еще законы, которые льготные тарифы устанавливают. Мы об этом в ближайшее время в массовых средствах информации дадим такую информацию. Ну, поскольку с 1 января 2002 года пенсионная система вся переведена на страховые принципы, то есть каждое работающее лицо на протяжении всей своей трудовой деятельности за счет этих страховых взносов, которые уплачивает работодатель, как бы формирует свой пенсионный капитал. Что это такое? Это о размере взносов. Каждый год нам приносят так называемые работающему населению так называемые письма счастья пенсионного фонда. Ну, так их прозвали, да. И вот там, конечно, нужно интересоваться и смотреть. Вот чем больше там сумма, которая уплачена работодателем, тем вот это и есть частичка за каждый год этого капитала. И к пенсии она суммируется за все годы, и потом равными как бы долями, она еще индексируется, и потом равными долями включается в состав пенсии. То есть, чем больше эта сумма, тем больше в будущем у пенсионера пенсии. И поэтому вот очень важно сказать, что сейчас нужно на пенсию зарабатывать в течение всей трудовой деятельности, потому что вот эти страховые принципы, они на это и рассчитаны. И чтобы увеличить размер пенсии, потому что средний все-таки размер пенсии сейчас в настоящее время, ну, недостаточно покрывает тот утраченный заработок работникам, который ушел на пенсию. И при повышении, это как говорится, размер возмещения будет выше. Ну, нынешние пенсионеры, они еще накопительную часть они не уплачивали? Нет, накопительная часть уплачивается с заработка лиц 67-го года и моложе. С 67-го года и моложе. У нас есть еще один звонок, очень хотелось бы вывести его в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана Викторовна. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот предпринимателю, почему детские не платят по рождению ребенка? Именно предпринимателю. Предпринимателям не выплачивают детские. Какие могут быть причины? Ну, причин тут не может быть никаких, потому что пособие на рождение ребенка должно выплачиваться абсолютно всем женщинам, родившим ребенка. В зависимости от того, конечно, если женщина работала или муж ее работал, то пособие на рождение выплачивается по месту работы. Если оба родителя не работали, то по месту это в социальной защите. А если предприниматель не выплачивает это пособие по какой-либо причине, то я думаю, что необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда с заявлением в прокуратуру, и эта ситуация будет поправлена. Это деньги фонда социального страхования. Это не личные деньги работодателя. Это не личные деньги работодателя, это деньги фонда социального страхования. Поэтому нужно работодателю обратиться в фонд, узнать, как это все выплачивается и делается. Но молодые матери, вообще матери ни в коем мере страдать не должны из-за незнания законов. Но вот этой маме, которая к нам обратилась, кому лучше подойти? Здесь нужно индивидуально поработать с данным заявителем и воспользоваться телефонами фонда социального страхования, либо прийти к нам на Пионерскую 28, между Школьной и Гриня, и конкретно уже более глубоко проанализировать ситуацию. Ну подскажите просто дальше, что делать нужно. Потому что ситуации бывают разные, здесь нужно разбираться непосредственно по факту уже. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, тоже общий для всех, о межведомственном взаимодействии. Если человек, не совсем понимая, вот есть проблема, пришел, к примеру, к вам, да, или к вам, в вашу структуру, а вопрос не ваш. То есть каким образом вы взаимодействуете, и как бы ваши сотрудники понимают, чем занимаются в параллельных, так скажем, структурах? Ну я думаю, поскольку мы работаем практически с одной категорией граждан, у нас и взаимопонимание между структурами происходит на достаточно таком удовлетворительном, скажем так, или хорошем уровне. И всегда, если гражданин обращается, допустим, о себе говорю, в фонд социального страхования с вопросами пенсионного фонда, либо управление социальной защиты населения, ему даются рекомендации, куда нужно обратиться. И были случаи, что даже мы даем служебную машину, отвозим, если это инвалид или льготник, проблемы которого, допустим, не решает фонд социального страхования, мы его отвозим в управление социальной защиты, либо в пенсионный фонд, созваниваемся, поднимаем эту проблему, и думаю, что у нас всегда находятся. Между нами, собственно, проблемы этих не существуют. Всегда взаимопонимание находится между нами. Марина Ивановна, и еще пока у нас есть несколько минут эфирного времени, хочу такой вопрос задать. Социальная поддержка – это не только прямая материальная помощь. Я знаю, что есть такая структура, центр-дом, и туда могут обращаться люди за какими-то услугами, за абсолютно небольшую символическую плату. Вот расскажите, что там за услуги и для кого? И могут, и обращаются. Полторы тысячи наших пожилых граждан и инвалидов у нас находятся на социальном обслуживании. Это надомное социальное обслуживание, когда на дом к нашему пенсионеру и инвалиду приходит социальный работник. Есть определенный перечень тех услуг, которые могут быть оказаны. Эти услуги, конечно же, исходят из тех потребностей, которые необходимы инвалиду. Составляется индивидуальный план, и наш социальный работник по определенному графику приходит в дом, в дом к пенсионеру. Услуги абсолютно различные. Это и доставка продуктов питания, это уборка, уборка квартиры, покупка медикаментов. Сейчас спектр очень расширился. Кроме услуг, таких, которые входят в обязательный наш перечень, у нас есть определенный перечень платных услуг по минимальным социальным расценкам. Это и парикмахерские услуги оказываем. Оказываем услуги по вспашке огородов, распиловке и колке дров. Кроме этого, у нас имеются и транспортные услуги, когда мы за символическую плату доставляем наших пожилых граждан в город Краснодар, в лечебные учреждения, здесь по району. То есть много различных видов помощи, которые оказывает наш Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов дом. Вот так он правильно называется. Ну что ж, к сожалению, отведенные нам в эфире минуты подошли к концу. Я хочу поблагодарить всех наших участниц за ответы. Если что-то мы не успели ответить вам, вы хотите еще вопросы задать, то, пожалуйста, звоните, координаты мы вам сегодня сообщили. И самое главное, с чем работают эти люди, у них милосердие. Это милосердие есть в их глазах, в глазах их сотрудников. Поверьте, это так. Спасибо вам большое. Напоминаю, что если вы не полностью смотрели программу, вы сможете ее увидеть в сети интернет на сайте нашей телекомпании. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»